друзья всем привет вы на канале moto sancho и сегодня у нас будет видео немного выбивающиеся из привычной тематики мы не будем собирать москвич не будем ремонтировать днепр а познакомимся поближе вот с таким макси скутером honda jazz 250 2001 год это скутер моего друга андрея который попросил помочь ему с заменой сальника редуктора заднего колеса а затем еще и перегнать этот скутер в минск дело в том что ангрей перебрался туда жить естественно летом по большому городу передвигаться намного удобнее на скутере чем на общественном транспорте или даже автомобиле но прежде чем ехать надо его обслужить некоторые опыт в ремонте японских скутеров у меня уже есть на примере тех самых yamaha vina и suzuki lec2 на которых в прошлом году мы своим ходом добирались из адлера до гомеля отчет об этом путешествие есть в ютубе называется табуретка тур но я думаю вы все его уже видели и вот тут как говорится есть нюансы это были два самых маленьких японских классических двухтактных полтинника а здесь же совсем другой уровень это уже 250 кубов объема одноцилиндровый четырехтактный двигатель жидкостного охлаждения гидравлические тормоза спереди и сзади ну и конечно же размеры и комфорт если на лет с 2 200 километров считалось серьезным пробегом по ощущениям то здесь думаю и 300 и 500 можно проехать не испытывая какого-то дискомфорта по крайней мере пока визуально я так оцениваю удобство посадки в остальном же увидим сами завтра ну а сегодня нам предстоит немножко повозиться сейчас надо получить доступ редуктору заднего колеса вот корпус редуктора его закрывает крышка под ней находится барабан центробежного сцепления надо все это снимать а чтобы снять крышку надо снять вот эту пластиковую накладку здесь у нас боковая подставка мешать не должна но важно найти весь крепеж и все аккуратно открутить для крепежа возьмем отдельную емкость чтобы ничего не потерялось и вот уже все что на виду у меня откручена эта накладка зашевелилась но по-прежнему не снимается а значит надо поискать в каких-то скрытых местах например вот здесь под покрытием пола снимаем резинку и видим вот еще саморез и пластиковые защелки причем защелки сделаны достаточно хитро пока их не достанешь это накладка но никак не снимется поскольку ухо выводится в сторону вот сюда видите смещается в бок то есть как не тяни скорее сломаешь саму пластмассе ну отломаешь уши чем сдернешь защелок вот теперь кажется все нежно спокойно пошевеливая думаю лучше двумя руками отлично у нас появился доступ не только к этой крышке но и в принципе к двигателю давайте заглянем туда повнимательнее здесь видим цилиндр головку возможно до свечи можно добраться но нам это сейчас не надо перед двигателем расположен радиатор вместе с вентилятором то есть здесь у нас проходит воздух да вот они решетки воздухозабора воздух идет проходит через радиатор и выходит выходит снизу там тоже есть вроде жалюзи такие направленные направленные решетки а впереди расположен топливный бак если не ошибаюсь на 12 литров он у нас вот здесь и топливозаправочная горловина под этим лючком хорошо но займемся крышкой здесь есть отдельная крышка воздухозаборника вентилятора охлаждение вариатора там даже фильтр установлен можно кстати его продуть от пыли и наконец сама большая крышка которая у нас закрывает вариатор видите здесь все в потеках масло и я уже когда откручивал болты видел что масло по ним подтекает все сзади в районе как раз редуктора вот заливной болт масло в редуктор где-то там под корзиной сцепления прячется болт сливной нам сейчас необходимо снять все сцепление целиком и здесь вот какой нюанс для того чтобы открутить эту гайку необходимо как-то заблокировать барабан а как его заблокировать я попробую держать рукой и открутить пневмогайковертом в других вариантах могут быть сложности головка на 19 усилия на максимум одной рукой удерживаю и погнали отлично все получилось без проблем теперь снимаем барабан и наконец корзину сцепления вот только для этого наверное надо снять и и ремень тоже по-другому ведь мы его никак или получится поглубже его туда оп вот и все и никакой возни сейчас что-нибудь подложим чтобы на асфальт укладывать подложим пневмогайковерт отлично мы получили доступ к сальнику редуктора он здесь совсем совсем маленький убрал потеки масла все здесь почистил и вот думаю что прежде чем менять сальник неплохо бы и масло из редуктора слить мы его тоже поменяем за компанию сливная пробка редуктора находится снизу вот рядом с номером двигателя под наклоном скручен болт эта пробочка и есть масло побежала серое довольно густое такое ощущение что она смешана с водой будто эмульсия интересно может быть так что вода каким-то образом попала в редуктор может в луже может в каком-то броде и потом при нагреве просто начинает расширяться может быть даже закипает образуются пузыри и выдавливает масло через сальник может сальник то и не виноват смотрите через заливную пробку тоже побежало масло при том что снизу уже вытекает уровень был выше ну и масло явно такого серо-зеленого цвета пока масло стекало я позвонил андрею и спросил не ездил ли он в глубокие броды или через лужи какие-нибудь но нет максимум говорит сильные дожди не более того а когда в последний раз заливал масло возможно немножко сделал уровень выше может быть перелил в итоге решили сальник все-таки менять раз уж он у нас новый есть давайте поставим новый сейчас закручиваем сливную пробку очень кстати распространенная ошибка когда меняешь масло начинаешь его заливать и вспоминаешь что пробку то закрутить забыл и в итоге все масло уходит на землю так не перетягиваем заливная пробка пока остается свободной и надо придумать чем мы сальничек этот выдернем сделал из старой отвертки вот такую практически стоматологическую цеплялку аккуратно заводим ее под рабочую кромку сальника и пытаемся его выдернуть так этот сальник работать уже точно не будет кромки уже все хотя бы достать отлично пошел пошел и вышел конечно же с повреждениями посадочное отверстие сальника я тщательно вычистил и на всякий случай даже обезжирю чтобы сальник стал хорошо и оттуда не выскользнул старый сальник у нас имел размеры 25 на 35 на 5 а новый картек овский 25 на 35 на 5 с половиной и вот его мы сейчас аккуратно оденем думаю правда туда не помешает капнуть масло на сам вал чтобы рабочая кромка сальника не скользила по сухому буквально каплю масла и сальник аккуратно задавливаем не стучим ничем его металлическим не осаживаем просто пальцами главное чтобы он заходил равномерно чтобы его не перекосило ну вот и отлично я боялся что пол миллиметра будут выступать но этого почти незаметно сальник заменили что касается заправки свежего масла в редуктор то здесь есть некоторый нюанс я почитал мануал почитал форумы и разные люди заправляют масло по-разному мануал рекомендует нам залить 180 тире 200 миллилитров трансмиссионного масла вот сюда при этом контролируя уровень масла по специальному болту вот он этот болт выкручивается здесь еще одна дренажная трубка и когда уровень в редукторе достигнет необходимого через нее потечет масло то есть либо 180 либо пока не потечет ну попробуем а там видно будет надо только что-то подставить пробку контрольного отверстия откручиваем я уже 100 миллилитров масла залил из требуемых 180 и вот у меня еще 85 что же там такой длинный болт стоит кручу его и кручу тут целых два сантиметра ну и давайте потихонечку поехали не спеша пока все заходит ничего не течет вот уже 50 осталось 40 30 20 об побежала осталось 10 миллилитров и здесь побежала значит хватит значит достаточно какие-то там остатки масла еще видимо были все это сейчас подотрем и закрутим все пробки перед установкой все ответственные поверхности и колодок и барабана и ремня и там где скользит ремень обязательно обезжириваем поскольку можно было руками залапать и потом работа нарушится а вот внутрь на игольчатые подшипники желательно свежую смазочку положить так не забываем шайбу гайку какой стороной правильнее там где плоскость больше там и правильнее и закручиваем отлично ну и сейчас пожалуй не устанавливая крышку я запущу двигатель посмотрю как будет работать вариатор станет ли ремень правильно на свое место с другой стороны куда он денется для запуска нам необходимо сложить боковую подставку иначе не замкнется концевичок и запуск не произойдет стартер не сработает она здесь немножко заедает поэтому почистим от грязи и добавим хорошие смазочки вот другое дело складываем включаем зажигание выжимаем левую ручку тормоза это у нас кажется тормоз задний но здесь комбинированная система так что оба колеса тормозят и запуск не произошел оказывается я слабо выжил тормоз здесь не один концевик а два целых два и вот второй срабатывает при сильном нажатии даже слышно один щелчок и второй щелчок вот на втором щелчке у нас происходит запуск на холостых работает ремень вращает оба шкива но грузы еще не разошлись сцепление не сработало добавим газку главное чтобы колесо в этот момент не стояла на земле если посмотрим на щеки то видно как обрабатываются разошлись и сошлись какой-то момент ремень входит в резонанс его начинает колбасить но потом стабилизируется на максимальных оборотах будем считать что все отлично выключаем зажигание и возвращаем на место крышки ну а когда все будет готово и все собрано остается сделать только тестовый заезд включаем зажигание и спрыгиваем с центральной подставки вроде 150 килограмм всего достаточно увесистый непривычно высоко стоят ноги конечно к этому управлению еще надо привыкать поехали направо разгоняется достаточно плавно нет резкого подхвата может так оно и было а может быть ремень раскальзывает не знаю теоретически рулиться этот скутер должен как велосипед и даже легче центр тяжести весь внизу но это дело привычки попробую спрятаться за ветровиком 60 километров в час на светометре ну ничего может быть скорость просто не чувствуется поэтому кажется что он так медленно набирает обороты ну и все до завтра его оставим а вот и утро следующего дня пора выезжать на часах 7 15 но уже достаточно тепло и день обещает быть жарким я собрал с собой рюкзак в основном это теплые вещи на случай внезапного похолодания или дождя и самое время поговорить о вместимости есть у этого скутера центральный кофр судя по надписи объемом в 33 литра ну грубо говоря рассчитанный на один шлем может быть что-то еще поместится например перчатки или какие-то мелочи а также есть огромное подсидельное пространство собственно багажник здесь у нас масло о это мое ремкомплект для шин документы и замок на случай если скутер где-то придется оставлять вот сюда же мы и попробуем поместить наш рюкзак вошел прям как будто здесь и жил подсветочка кстати отлично значит на спине рюкзак вести не придется здесь довольно большие ниши под перчатки какие-то мелочи еще один бардачок не закрывается на ключ и с правой стороны у нас ручник забавная штука редко видишь на двухколесной технике ручник давайте проведем предрейсовый осмотр постучим по колесам и проверим уровень масла маслозаливная горловина здесь находится справа за глушителем и андрей очень просил меня внимательно следить за уровнем масла поскольку объем масла в двигателе чуть больше литра очень легко упустить момент уровень может упасть и двигателю это не понравится но сейчас полный четко по верхней метке первый холодный утренний запуск чуть дольше обычного но наверное так и надо и вот какой братцы нюанс мне по минску и обратно придется ехать со шлемом поэтому я решил взять самый легкий и самый компактный шлем а на нем к сожалению нет крепления для видеокамеры так что интерактивность у нас несколько потеряется но зато здесь нет сцепления и необходимости переключать передачи поэтому я смогу удерживать камеру рукой ну по крайней мере в безопасных участках дороги двигатель прогрелся обороты немножечко просели я выгнал скутер на улицу и вот сейчас хотелось бы отметить что очень неудобно постоянно ставить его на центральную подставку вот сейчас выехал бы облокотил на боковую но он же сразу глохнет поэтому приходится закидывать на централку ну да ладно это мелочи может быть я уже придираюсь зацепим ключ чтобы не улетел и потихоньку выдвигаемся я как раз зацепил тот момент когда все едут на работу естественно возникают некоторые заторы не могу сказать что как на маленьком скутере получается лезть в каждую дырку но довольно удобно рулится хорошо главное привыкнуть температура двигателя при этом еще даже не дошла до середины шкалы топливо у нас полный бак значит на заправку заезжать не буду на асфальт довольно быстро приходят навыки езды и я заметил что да, рулится он замечательно можно очень медленно ехать при этом не опуская ноги на асфальт только при полной остановке уже необходимо удерживать скутер чтобы он на бок не завалился а так классно конечно центр тяжести весь внизу колесики достаточно маленькие поэтому он такой юркий верткий и поворотливый при этом как ни крути 250 кубов объема дают о себе знать разгоняется нормально для города так точно достаточно но вот уже город позади направление на Минске можно немного ускориться неплохо довольно динамично набирает обороты 100 км в час на спидометре где-то так и поедешь ворота повышенность город бегаем жить водой обTY двой поверх весь подробно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот первая наша остановка. Город Жлобин. 90 километров пробега от Гомеля. Здесь можно остановиться, выпить кофейку. А нет, оказывается, кофе отменяется. Кафе работает с 9 до 9, а сейчас еще 8.45. Пойду в магазин, куплю водички. Внезапно кофе нашелся прямо в магазине. Отлично. Ну и за пройденное расстояние у меня уже сложилось некоторое мнение о этом скутере. Сейчас постараюсь им с вами поделиться. Что касается сидения и посадки. Здесь на отлично. Сидение в меру мягкое, в меру жесткое, достаточно широкое и длинное. Развитый поясничный упор, можно двигаться вперед, назад. В общем, никакого дискомфорта, за исключением, пожалуй, скрипа. Ну, это как в песне, да? Опять скрипит потертое седло. По расположению ног. Можно поставить ноги вперед, и посадка становится как на чопере, как на круизере. Можно поставить ноги по классической скутерной схеме, как на табуретке. Удобно и то, и то. И удобно чередовать эти положения. Пробовал также упереться и выпрямить ноги, загрузив поясницу, разгрузив тем самым задницу, скажем прямо. Тоже удобно. В общем, вариантов масса. А вот из минусов, наверное, ветрозащита. Нет, за счет широкой панели она здесь достаточно классная. В ноги не дует, в живот не дует, в грудь тоже не дует. Но все, что находится выше шеи, поток воздуха, который скутер собирает перед собой, как будто специально направляется вам в лицо. Но дует очень сильно, и даже очки меня бы не спасли, если бы не закрывающееся стекло на шлеме. Не знаю. Либо не продумана ветрозащита по высоте, либо рост у меня метр восемьдесят, слишком высокий. Как бы я бы задумался о замене. Я бы задумался о замене ветровика. Он здесь уже достаточно подуставший. Неудивительно. Скутер скоро разменяет 40 тысяч километров. И это произойдет сегодня, прямо в этой поездке. Так вот, ветровичок просится чуть повыше и немного с другим углом наклона, чтобы поток перенаправить над головой водителя. А так в целом, в целом здорово. Как Андрюха и просил, контролируем уровень масла. По верхней метке все так же. А так же глянем на крышку, которая расположена возле того сальника, который мы вчера меняли. Ну, грязь какая-то есть, но капель масла и капля масла есть. Либо это из прокладки выдавило, либо был виноват не сальник в этой течи. Ну, не знаю. Понаблюдаем еще. Перерыв окончен. Поехали дальше. Поехали. Субтитры делал DimaTorzok Для экономии времени и топлива по Бруйск я решил пройти через город, а не по объездной И, кстати, насчет топлива Стрелочка у нас уже перевалила за середину, так что самое время заехать на заправку Заодно и расход посчитаем 150 километров от дома Сначала у нас открывается замок этого ключка, а затем замок самой заправочной горловины Заливать будем 95 Залил полный бак под завязку и получилось чуть больше 6 литров на 15 белорусских рублей Выходит, что расход по трассе при скорости 100 километров в час около 4 литров на сотню Неплохо Очень даже неплохо Вот они тут неудачно эти кусты посадили, из-за них машин не видно Стрелочка 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 Следующую остановку сделаю в районе поворота на Осиповичи. Заправка нам не нужна, а вот от мороженого я бы не отказался. Солнышко поднялось уже высоко, и ехать достаточно жарко. Мини-трактора везут с Бобруйского завода. БЗТДИА, по-моему. Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов. Был я там когда-то по работе. Хотелось бы найти тенёк, но кажется, тенька здесь нет. Ладно. Спрятался с мороженым в тенёк. Наслаждаюсь прохладой. День сегодня жаркий. А к вечеру обещают грозы. Ну и о чём ещё я, возможно, забыл упомянуть. Это органы контроля и управления. Садимся за руль. Видим, у нас есть два рычага. Оба тормоз. Это задний. Это передний. Задний очень эффективный. Тормозит с любой скорости. Передний где-то процентов 30 от заднего. Ну, оно и неудивительно, поскольку перец здесь не догружен. Вся масса приходится назад. Пульты. Классические, хондовские. Точно такие же стоят у меня на Урале, на Днепре. Так что переключение интуитивно. Зеркала с хорошим обзором и на толстых, прочных ногах. Они не вибрируют, не трясутся, не сбиваются на ямках. Есть небольшая мёртвая зона, но не критично. В целом же, мне нравится. Всё вот ловко, всё удобно. Руки на руле не затекают, он на своём месте. Может, чуть-чуть бы ещё повыше, но ладно, не буду придираться. Ловко, всё удобно. Всё. Продолжение следует... Продолжение следует... Можно даже сказать, что путешествовал с некоторым комфортом. Мне понравилось. Если будет необходимость, я готов повторить. Ну а сейчас необходимо связаться с Андреем, узнать где он, где встретимся, чтобы я ему технику передал. А вот и Андрюха. Здорово. Как дела? Нормально. Принимай Салапету. Как доехал? Отлично. С удовольствием. С удовольствием даже? Да. Андрюха поехал. Ну и я буду потихоньку двигаться в сторону вокзала. Мне сейчас на поезд и домой обратно в Гомель. Хотел бы я купить себе такой скутер? Пожалуй, нет. Но я купил бы такой скутер жене. И иногда брал бы у нее покататься, потому что в целом классно. Станция метро Уручье. Погнали под землю. Муха людей-то, людей сколько. Буквально за 10 минут до отправления выхватил билет. Не успел купить ни мороженого, ни воды холодной. Надо ехать. Хорошо, хоть с поездом повезло. Это был современный штаблер с кондиционером и удобными креслами. И вот я уже в Гомеле. Наше маленькое путешествие заканчивается. Пора заканчивать это видео. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.